Приветствую вас! Меня зовут Каролина Колоди, и я имею огромную честь провести интервью с необыкновенным человеком — биологом, педагогом, журналистом, автором множества научных работ в области фиторемедиации, а также руководителем Института профилактики здоровья и научного совета Дуалайф. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, о своем увлечении. Меня очень интересует исследование красоты и мудрости природы, изучение того, что дает нам окружающий мир. Я много путешествую и, перемещаясь из одного конца планеты в другой, встречаю людей и целые культуры, которые почти ничего не знают о современной медицине. Как оказывается, люди, которые питаются тем, что дает лес и не контактируют с веществами, которые предлагает нам современная фармацевтика, живут значительно здоровее. Невероятно, ведь данный факт говорит о том, что в природе существуют все необходимые компоненты, стимулирующие механизмы самовосстановления организма. На самом деле, гениальность нашего тела еще полностью не исследована. Когда человек появился на Земле, растения были экологически чистыми. Животные, съедая их, давали нам абсолютно чистое мясо. Сегодня же все, что предлагает нам мир, слишком сильно загрязнено, начиная с удобрения стероидов и заканчивая антибиотиками, которые дают животным для ускорения набора веса. Эти вещества накапливаются в нашем организме в внутреннем отделе пищеварительного тракта. В результате мы страдаем больше всего. Такова беда современного мира. И чтобы все это сбалансировать или хотя бы нейтрализовать, нужно вернуться к истокам. То есть к натуральному, либо органическому сельскому хозяйству, которое даст нам чистые продукты. Оттуда мы сможем получить вещество, которое в современных условиях нельзя назвать лекарством. Это что-то более ценное. Оно стимулирует механизмы самовосстановления организма. Я вырос в бесщадских лесах. Бесщады — это часть Польши, где вдали от грязного воздуха и шума города очень сильно ощущается чистота природы. Такая атмосфера как раз и вдохновила меня начать изучать окружающий мир и помогла определиться с профессией. И с каждой разгаданной загадкой природы я все больше преклоняюсь перед ее мудростью. Каждый из нас отдает себе отчет в том, что, чтобы наш организм мог правильно функционировать, ему необходимы не только воздух, вода или движения, но также он нуждается в питательных веществах, содержащихся в пище. К сожалению, обработанные продукты питания, которые мы едим каждый день, содержат очень маленькое количество витаминов, минералов или антиоксидантов. Как в связи с этим нам стоит дополнительно питать свой организм? Как выбрать подходящие продукты и в чем заключается феномен БАДов Дуа Лайф? Я затрону первый вопрос. Вы сказали, что каждый из нас знает. Вы как биотехнолог отлично понимаете это. Но обычный человек считает, что все то, что вкусно и красиво, должно быть полезным. Но на самом деле все не так. В действительности само явление употребления БАДов недооценивается в наши дни. У меня даже возникает ощущение, что кто-то специально хочет приуменьшить их значение. В переводе с латинского «supplementare» значит «восполнять». В связи с тем, что наше пища неполноценна и нам не хватает не только витаминов, а также всех незаменимых аминокислот, нужно восполнять запас микроэлементов, которые играют важную роль в метаболических процессах. Приведу пример. Если нам не хватает хрома, которого на самом деле не так много нужно, то в организме перестает синтезироваться инсулин. Что это значит? Появляется сахарный диабет, которого по сути быть не должно. В связи с этим дополнительное употребление хрома в виде пищевых добавок становится само собой разумеющимся. Проблема заключается в том, что согласно стандартам Европейского Союза биологически активной добавкой можно назвать только такой препарат, в котором 38% состава – натуральные компоненты. А остальное – это, как правило, вода. Не нужно быть специалистом, чтобы понимать, что такие продукты не помогут, так как они неполноценны и противоречат тому, что предлагает нам природа. В связи с этим натуральный БАТ – это тот, который на 100% состоит из натуральных компонентов. И именно такую ценность имеют наши биологически активные добавки. Над продуктами Доу Лайф несколько лет работала команда, которой я с удовольствием и гордостью управляю. Моя научная деятельность в области фиторемедиации длится уже 17 лет. Именно в это время меня начала вдохновлять китайская медицина. Кроме того, работая над продуктами Доу Лайф, мы взяли все самое лучшее из разработок, получивших в свое время Нобелевскую премию. Конкретно три работы, удостоенные этой награды, мы применили при разработке наших БАДов. В частности, это были исследования профессора Блобела и Игнарро, Ротмана, Шекмана, а также Зютхофа. Мы решили взять пример с китайской медицины и собрать в биодобавках лишь натуральные субстанции, то есть те, которые не дают побочных эффектов. Они действуют очень точно, а избыток усваивается и дает дополнительную энергию. Ничего лучше для нашего организма просто нет. Почитайте о лекарствах, против которых я лично ничего не имею, так как в критической ситуации в состоянии здоровья они просто необходимы. Давайте представим, что кто-то заболел сепсисом. В этой ситуации два часа или сутки влияют на то, будет ли человек жить. В таком случае мы концентрируемся на сильном воздействии на возбудители инфекций и боремся с ним. Биодобавка, в свою очередь, должна воссоздавать естественный механизм самозащиты в организме, так как у него есть потенциал самовосстановления. Наши биологически активные добавки содержат 100% того, что дала нам природа. В каждой бутылке находится 13 растительных экстрактов, не случайных, а таких, которые с точки зрения фиторемедиации находятся на первом месте, то есть имеют огромную возможность впитывать в себя ту мудрость природы, которую взамен за глюкозу передают нам бактерии, реагирующие на все угрозы окружающей среды. А мы, съедая плоды этих растений или мяса животных, питаем и укрепляем свой организм тем, что было вписано в мудрость процесса передачи питательных веществ в природе. Именно это выделяет нас на мировом рынке, так как помимо пользы самого продукта в бутылках, мы решили отделить процесс поддержки метаболизма в организме днем от того, что нам необходимо для обмена веществ ночью. Дополнительно нам нужно успокоить эмоции и связать пищевые токсины, так как консервантов мы получаем в избытке. Часто также пьем антибиотики, которые могут убивать патогены. Однако всегда будут давать какой-то побочный эффект и портить нашу печень. Поэтому нужно минимизировать все это, одновременно укрепив гормональную регуляцию и поднять уровень допамина, так как после хорошего сна следует позаботиться о психомоторных процессах и поднять их на высший уровень, чтобы хорошо функционировать в течение дня и справляться со всеми поступающими задачами. Вот такой это продукт. Хочу еще отметить, что все сырье мы берем только с натуральных, экологически чистых плантаций. Там контролируют все, начиная с семян. На протяжении всего периода роста следят за тем, чтобы не было распылений и химических удобрений. Там же смотрят, чтобы никто не смог подменить фрукты. Производство, в свою очередь, осуществляется при использовании самых современных технологий, без использования каких-либо синтетических добавок, не говоря уже о термической обработке. Композиция из 13 компонентов — это очень много. Вдобавок нужно все эти составляющие совместить, а это дополнительная трудность. Сейчас я объясню технологию паскализации. В доли секунды давление поднимается почти до тысячи бар. Споры грибов и бактерий не выдерживают такого высокого давления и погибают. В результате мы получаем стерильный препарат, полный питательных веществ. Поэтому с момента открытия бутылки мы можем сразу же употреблять продукт. Однако хранить его лучше в холодильнике, так как низкая температура предотвращает появление грибов, которые могут начать ферментировать или спровоцировать развитие других бактерий. Доктор, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то противопоказания к применению этой биологической активной добавки? Никаких противопоказаний нет. Я хочу подчеркнуть одну вещь. Этот продукт на 100% натурален и состоит из адаптогенных компонентов. Его задача — восполнить то, чего нет в достаточном количестве даже в экологически чистой еде. Я всегда в такой ситуации привожу пример польских яблок, которые имеют достаточно хорошую репутацию на международных рынках. Польский сорт каштелла в 60-х годах 20 века содержал такое количество витамина С, что 3-4 яблока в день было достаточно, чтобы удовлетворить суточную потребность ребенка в этом витамине. Сегодня, чтобы сделать то же самое, малышу нужно съесть 6 килограммов яблок. Это значит, что мы для выращивания этого ценного сорта яблок стали использовать все большее количество химикатов. Такой эффект был достигнут путем защиты растения от яблочной плодожорки, парши и по причине использования большого количества азотных и калийных удобрений для лучшего роста и цветения дерева. Вы видите, что последствия этих лет приводят к тому, что все теряет свою ценность и пользу. В результате пища содержит остаточное количество не только витамина С, но прежде всего микроэлементов. Употребляя биологически активные добавки, мы восполняем то, чего не хватает нашему организму. Но в то же время 13 активных компонентов «Доу-Лайф-День» и «Доу-Лайф-Ночь» связывают токсины и защищают организм от вредного воздействия растительных консервантов и избытка антибиотиков. Не стоит также забывать о стрессе, который тоже оказывает огромное разрушительное влияние на наш организм. Следует помнить еще и о том, что современный мир не избавился от паразитов. Доказательством этого является проблема с кандида альбиконс, а также распространенные гнилостные бактерии в толстом кишечнике. Последствия их деятельности каждый может ощутить на себе, когда сталкивается с повышенным газообразованием. Эти симптомы говорят, что в кишечнике начались процессы, уничтожающие полезные палочки молочной кислоты. Поэтому в такой ситуации, употребляя продукты «Доу-Лайф», мы стабилизируем процессы, от которых организм избавиться не может. Поднимается уровень глутатиона, автоматически наш иммунитет тоже растет. А следует помнить, что он имеет очень большое значение. 80% иммунитета, то есть все, что зависит от так называемых пейеровых бляшек, стимулируемых глутатионом, который производится в печени. «Доу-Лайф» день и «Доу-Лайф» ночь гарантируют оптимизацию данного процесса. В таких обстоятельствах ни одна бактерия, ни один вирус и никакая химия, твердые частицы в воздухе или иные загрязнения, которые могли бы спровоцировать раковые заболевания, не в состоянии повлиять на нас. Можно ли, зная это, игнорировать данный продукт? В данный момент я жду ребенка, в связи с чем хотела бы спросить, могу ли я, беременная женщина, также употреблять этот продукт? И можно ли его давать, например, маленьким детям? Начну с детей. Дети старше одного года могут употреблять продукт, но дозировку нужно рассчитывать, исходя из среднего веса взрослого человека в 80 килограммов. У ребенка обмен веществ проходит в два раза быстрее, поэтому, например, вес 20-килограммового ребенка умножаем на два и получаем 40 миллилитров, то есть даем ребенку половину взрослой дозы. Суточная норма для взрослого человека, я называю ее пороговой дозой, составляет 25 миллилитров днем и 25 миллилитров на ночь. Если же мы говорим о беременных женщинах, то те, кто не принимал ранее никаких биологически активных добавок, могут выпить максимально 10 миллилитров в сутки. Это обеспечит им улучшение состояния кишечных ворсинок, тем самым оптимизируя получение всех полезных веществ из еды. Ребенок, питаясь тем, что поступает в организм матери, в первую очередь берет то, что ему нужно с генетической точки зрения. И если будущая мама будет питаться неправильно, а ребенок недополучит, например, минералов или других важных веществ, то это может привести даже к болезни после рождения. Поэтому женщины, которые будут передавать питательные вещества своему ребенку через грудное молоко, заботясь о здоровье своих малышей, должны дополучать все необходимое из БАДов. Уменьшенная рекомендуемая доза в 10 миллилитров нужна, чтобы не шокировать организм большим количеством полученных новых полезных веществ. Поэтому 10 миллилитров я бы назвал дозировкой максимальной для тех, кто не принимал биодобавки до беременности. После родов можно принимать стандартную дозу в 25 миллилитров без каких-либо противопоказаний. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...